От молодёжной политики Является важнейшим свином в системе образования До благотворительности Я увидел людей, которым нужна была помощь Как помогать людям Идея возрождается, и тогда мы её двигаем И какую пользу можно извлечь не только для нуждающегося Вот именно понять, что он ждёт от тебя Но и для самого себя К опасностях, которые, казалось бы, рядом, но не всегда заметны невооруженным глазом Залог храбрости и силы, доброе сердце Проявить, показать себя, испытать себя Человечность и жертвование Нету правила трёх суток, то есть, ну, его нету, не существует Поступки громче слов Мероприятия и акций становится всё больше Людей привлекается всё больше Смотрите прямо сейчас В той сфере людей и молодёжи, с которой я сталкиваюсь в работе своей Дети достаточно активные, проявляют себя Любознательные очень Интеллектуально более развитые, как мне кажется Ну, я сам иногда котиков подкармливаю Когда состоял в пионерах Ну, в большинстве мы под миссионерам ходили И там, какие-то подарочки относили Что-то по хозяйству помогали А когда я уже в БРСМе состоял, я как бы учился Ну, в основном мы деньги сдавали на помощь Считаю, что молодёжь поменялась Есть люди, которые действительно этим занимаются, помогают Где-то и пожилым, и обычным людям И на улице я замечала, что убираются, помогают Ни для кого не секрет Юные граждане занимают четвёртую часть населения страны И выступают мощным стратегическим ресурсом государства К слову, у нас существует более 200 общественных объединений Которые направлены на создание необходимых условий Для выбора молодыми людьми в возрасте от 14 до 31 года Своего жизненного пути Развития потенциала для их самореализации И ответственного активного участия В построении сильной и процветающей Беларуси Люди, которые объединились, да Они ничего не хотят для себя иметь Их отдача – это и есть их принятие Каждое объединение – это своя ниша, в которой можно развиваться Но самое главное – окружить себя единомышленниками И преследовать одну благородную цель Найти друзей и раскрыть потенциал в помощи другим Допустим, подросток, которому очень трудно Он приходит в какую-то общественную организацию Или в сообщество какое-то, где всем было точно так же плохо И они знают, как выйти с этой ситуации И они помогают этому человеку И он выходит благополучно с этой ситуации То, конечно, он когда захочет точно так же помогать Они что-то изучают, друг другу помогают И за счет этого ресурса они и другим дают, и себе берут Во-первых, знания Знания, умения и пользу Пользу обществу Очень важно, когда ты понимаешь о том, что ты нужен В Беларуси активно развивается молодежное движение Крупнейшее и наиболее влиятельное общественное объединение Белорусско-республиканский союз молодежи Количество первичных организаций больше ста Есть возможность для несовершеннолетних и для совершеннолетних Начало положено 6 сентября 2002-го И по сей день актуальности не теряет БРСМ объединяет свыше 360 тысяч юношей и девушек К слову, инициативные жители Бобруйска В общественной жизни своего города и за пределами не отстают В Первомайском районном комитете у нас насчитывается 3 374 члена общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи Мы занимаемся реализацией государственной и молодежной политики Работаем по 9 направлениям деятельности БРСМ Это у нас гражданско-патриотическое воспитание Трудоустройство молодежи Развитие волонтерской деятельности Правовое воспитание Международное сотрудничество Работа с молодежью в информационном пространстве Поддержка талантливой и одаренной молодежи Союз стимулирует молодых людей Занимать активную жизненную позицию И включает широкий спектр направлений и возможностей Например, охрана правопорядка Стремление к развитию гражданского общества Основанного на патриотических и духовно-нравственных ценах В Ленинской районной организации общественного объединения Белорусско-Республиканский союз молодежи На сегодняшний день состоит 3544 члена БРСМ Наша организация, прежде всего, дает нашей молодежи возможность Всесторонне развиваться Раскрыть какой-то свой внутренний творческий потенциал В этом году планируется запуск проекта под названием «Цифровой музей» Суть которого заключается в том, что нам создать на территории Ленинского района Музей молодежного движения Беларуси То есть будут экспонаты со времен комсомола, БПСМ, БСМ и вот до нынешних дней БРСМ Немаловажная роль у Белорусской республиканской пионерской организации Которая выступает как одна из самых массовых детских объединений в стране Свою политику она проводит на базе 35 пионер-дружин Среди учреждений общего среднего образования Бобруйска Которые входят в городской совет В ее рядах насчитывается более 620 тысяч детей и подростков И с каждым днем пополняется новыми активными компаньонами Современная пионерская организация является важнейшим звеном в системе воспитательной работы В учреждениях общего, среднего и дополнительного образования Цель организации – помочь каждому пионеру стать гражданином Своими делами, поступками, приносить пользу себе, своей семье и родине БРПО основывается на лучших традициях пионерии И продвигает вечные общечеловеческие ценности Труд, добро и справедливость Нести пользу миру – их основная задача Членство дает ребятам возможность реализовать свои таланты Участвовать в разработке детских и молодежных программ И помогать другим – инвалидам, ветеранам, пенсионерам И, что самое главное, вырасти настоящими людьми с большим сердцем Патриотами, осознающими свою ответственность за будущее Родины За прошлый год организация провела множество различных мероприятий и разных направлений Ведь самое главное, чтобы наши члены, члены нашей организации могли реализовать свой творческий потенциал Ну, например, интеллектуалы могут себя попробовать в пионерском и октябрятском квизе Ребята более спортивные в военно-патриотических играх, как «Зорница» и «Зорничка» для самых маленьких Для постарше – студенческие отряды Белорусские студенческие отряды для меня – это моя новая большая семья В добровольном объединении собираются те ребята, которые в свободное время приобщаются к трудовой деятельности Студенческие отряды существуют для того, чтобы ребят, нашу молодежь приобщать к работе дальнейшей И вообще для того, чтобы помогать старшему поколению в осуществлении нашей жизни Они, во-первых, сами учатся зарабатывать деньги И это тоже, в общем-то, немаловажный фактор, потому что ребята сейчас хотят хорошо жить И чтобы у них какие-то были деньги на свои какие-то определенные цели Ну и ребята учатся работать в коллективе Движению студенческих отрядов Белоруссии более 60 лет За эти годы в них вступило более полумиллиона бойцов, у которых появилась возможность проявить лидерские качества, инициативу и ответственность Молодежь задействована во всех республиканских проектах Я представляю направление педагогического отряда И мой отряд работает на базе Национального детского здравительного образовательного центра «Зубрёнок» Также мы посещаем школы, мы посещаем отдаленные участки нашей области Помогаем ветеранам, помогаем, в принципе, пожилым людям, детям, посещаем интернаты Сейчас проходим практику на объекте улицы Октябрьская, дом 142А Мы проводим работы, такие как укладка плитки, оштукатуривание, также шпаклюем, красим Также мы получаем, можно так сказать, информацию о том, как происходит ремонт домов То, что нам по профессии, в принципе, дальше понадобится Сейчас я прохожу учебную практику в отряде «Морячок» на ЖЭУ номер 12 Оно относится к 6, 7 и 5 микрорайону и всему Первомайскому, которые находятся поблизости Вступая в студенческий отряд, перед тобой открывается много возможностей Так как мы работаем по специальности И мы получаем новые навыки, которые в будущем нам пригодятся после окончания нашей учебы Актуальным, как никогда, остается вопрос подготовки подрастающего поколения Физически развитым, интеллектуальным, знающим основы безопасности жизнедеятельности Чтобы в любой экстремальной ситуации действовать спокойно и квалифицированно Обеспечивая охрану собственную и окружающих Им предстоит проверить свои знания по безопасности Речь идет о Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных Которая активно сотрудничает с МЧС и Минобром Пополнить ее ряды могут ребята, достигшие 16 лет или младше, с письменного разрешения родителей Основная задача организации – это формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности Это основ безопасного поведения, но и попутно обучение их оказанию помощи в той или иной чересчайной ситуации Если это не угрожает их жизни То есть самая главная при чересчайной ситуации для детей – это в первую очередь защитить себя Очень часто секунды решают все И дети должны знать, как предвидеть опасность защитить себя, близких, имущество Знания, полученные здесь, требуют большой систематической работы И особенно ценятся, когда приобретены с детства В Могилевской области насчитывается более 6 тысяч членов организаций Мне само по себе интересен такой вид спорта Само нравится профессия МВД, МЧС и так далее На тренировках обычно мы изучаем как ОБЖ, медицину и у нас тренировки по боевому развертыванию С первого класса мечтаю стать спасателем Проходил слет юных спасателей пожарных Там было много этапов, как боевое развертывание, ОБЖ, оказание первой медицинской помощи Сводно-полевые учения Мы и наша команда очень долго готовились к этому слету Вышли, показали свои возможности и заняли первое место В Беларуси работает около 350 благотворительных организаций Одна из них на сегодняшний день объединяет свыше 3,5 тысяч семей по республике Наша организация объединяет 72 семьи Где в основном это ребята с множественными нарушениями развития Источником финансирования нашей организации являются членские взносы, пожертвования Работают сотрудники, которые сами воспитывают детей инвалидов И помогаем друг другу Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам и молодым инвалидам В которых живут люди с особенностями психофизического развития Находится под присмотром волонтеров Неравнодушных граждан, которые не могут пройти мимо беды Мы организовали совместно с Центром дополнительного образования детей и молодежи Образцовую студию «Эксперимент» Ребята занимаются лепкой из глины Мы стараемся, чтобы немножко не то что реабилитацией заниматься с ребятами А чтобы они немножко еще физически не как бы крепли Устраваем физкультурно-оздоровительные мероприятия Посещаем тренажерные спортивные залы на Бобруйск-арене Вот бассейн у нас ребята ходят Благотворительность и бережность может быть не только к людям Но также к природе и четверолапым друзьям На территории Беларуси 80 экологических общественных объединений А также порядка 20 центров, в которых свыше 30 тысяч учащихся Можно сказать, это уже для каждого его мир В повседневной жизни зеленая команда – обычные жители города Которые ходят на работу, их всех ждет дом и семья Но волонтеры успевают везде и своими силами борются за право чистой и ухоженной земли У нас были такие самые основные Мы хотели сделать дармаж, чтобы обмениваться вещами Потому что вещи, они не утилизируются никак И очень важно их, можно сказать, не просто там обменяться Но применить их где-то Даже, возможно, что-то переродить Как сейчас популярное направление апсайлинг И таким образом мы хотели именно вот с вещей начать А затем в нашей, в принципе, в нашей прерогативе – это уборка мусора Вот, мы в том году, у нас получилось, за лето всего лишь, мы сами удивились, мы убрали половину города Мы были на Луковой горе, на Бобруйской крепости, на Шиннике несколько раз Помимо этого нам еще помогал индустриальный строительный колледж У них уже теперь называются они «Экопоколение» Структура постоянно находит новые способы позаботиться об окружающей среде Например, сплав на байдарках с мешками, куда собирали мусор в округе Акция «Мир без пластика», при которой искусственные цветы возле кладбища обмениваются на живые, тем самым предотвращая проблему А также кормление и выглу животных, которые нуждаются во внимании и заботе Мы поддерживаем организации, приюты, это и котики, и собачки И если нужна помощь, мы всегда рады и озвучить это, и попросить помощи Потому что без людей они вообще не справятся То есть для них очень важна поддержка и внимание наше И стараемся все-таки это озвучивать И это, наверное, самое главное, чем мы еще занимаемся Это информирование, информирование привычек, которые важны для каждого человека И касательно вот всех проектов, которые у нас есть Кто-то может просто посмотреть Вот у нас даже недавно появилось новое направление, это сплав Мы убирали мусор на байдарках по воде Вот, веслами выгружали мусор И это было для нас в новинку Но у нас получилось И мы были так рады, мы тонну мусора вывезли оттуда И было очень приятно, что мы природе принесли пользу Существует даже 10 правил защиты природы Заменить пакеты на тканевые мешочки Пластиковые стаканчики бумажными Сортировать мусор и сдавать на переработку отходы А также больше ходить пешком и по возможности сажать деревья Но самое главное – информировать и подключать к экологическому ритму жизни Мы сейчас запустили такой проект При участии детей мы снимаем ролики на экологические темы Это короткие ролики У нас уже есть ролик про просроченные лекарства Покормите птиц зимой У нас режиссер есть в театре Она готова, поддерживает наши дети Из экологического центра участвует Будет серия роликов и даже, наверное, ютуб-канал Нашего экологического центра Где вот устами детей будут вот эти проблемы освещены Мы находим поддержку как со стороны горожан Так и к нам присоединяются учебные заведения В том числе и инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды Тяжелая задача стоит перед поисково-спасательным отрядом «Феникс» Команда волонтеров помогает всем службам в поиске пропавших без вести людей Если, возможно, раньше можно было пройти, там, можно было подумать, там, человек выпишет, там лежит, и, собственно, нет Сейчас я внимание обращаю на каждого лежачего человека В мае 2024 года отряду 5 лет В поисках людей задействуются самые разные методы От оповещения пользователей сети интернет до прочесывания местности И даже самый маленький вклад бесценен По Бобруйску у нас около 70 человек, а так в отряде у нас около 400 Это вся, взять город Могилев и всю Могилевскую область Наш отряд занимается поиском без вести пропавших людей, а также детей и подростков, которые попали в беду И которые не могут, как говорится, мы приходим на помощь в этот момент Потому что в МЧС и МВД силы тоже, они безграничны, и приходим мы на помощь этим людям Исчезновение людей – глобальная социальная проблема, которая может коснуться каждого Поэтому каждая зацепка важна Любая ориентировка, знакомые приметы, вовремя сделанный звонок При объединении усилий можно вернуть людей их родным и близким А присоединиться в ряды волонтерской команды может каждый Мы видим, какое количество людей сможет выезжать на поиски, какое количество не может выезжать Кто на машинах, у нас есть волонтеры, которые на авто Если мы на машинах, то мы уже формируем экипажи, нельзя тянуть ни минуты Если первый экипаж сформирован, к примеру, 4-5 человек, он сразу же замедлительно выезжает на поиск Следом формируются экипажи и выезжает по всей Могилевской области Приехала, я ничего не знала, но ребята были настолько дружелюбные Они все начали обниматься, все, как говорится, мне все объяснили, компас в руки выдали и мы пошли После первых поисков, да, я поняла, что я что-то могу изменить Через месяц-тричь быдет, как будто я вошел в это движение, начал активно вести поиски Учусь я в колледже, после колледжа могу пойти помочь людям Все время хотел помогать людям, то есть волонтерство Нашел, можно сказать, нашел себя в чем-то, в этом деле я себя и нашел Благотворительное учреждение «Справедливая помощь» проделывает большую работу Основные направления – оказание безвозмездной помощи старикам и пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям, а также бездомным Нуждающийся может взять необходимую одежду и обувь для себя и своих детей Я увидел людей, которым, так сказать, нужна была помощь, которые обращались к людям в силу каких-то своих жизненных обстоятельств Я предложил, говорит, давайте попробуем что-то сделать у нас, чтобы людям помочь Вот, естественно, то есть поддержку нашел в семье, нашел поддержку со стороны друзей И все те волонтеры, которые находятся сейчас в организации, из них человека 3-4 постоянно с момента открытия Они в первые, скажем так, дни, они обратились в организацию с предложением помочь, с какими-то своими идеями И они на протяжении уже 8 лет помогают нашей организации Мировоззрение – это наши принципы, установки и представления о мире И чем чаще мы смотрим вокруг призму реального времени, чаще можно замечать, как все вокруг нуждается в заботе и внимании Каждый человек может внести свой вклад в большое дело, стать частью одной из молодежных объединений Или благотворительных движений и подарить своему городу, всей стране надежду на доброе, настоящее и будущее Все мы в ответе за свою страну, природу и людей Если мы, допустим, возьмем такой разрез времени, почему, когда мы становимся старше, нам кажется, что время идет медленнее Потому что мы все знаем, для нас все становится рутинно и все становится одинаково То есть мы делаем одну и ту же работу, мы ходим в одно и то же место Мы пьем кофе так, как мы пьем всегда, с одной и той же кружки Получается о том, что мы очень каких-то мелочей, познание мира, мы уже все изучили Если мы возьмем подростка или ребенка, у него же день длинный, ему же много чего надо изучить А чем старше ты становишься, тем днем кажется все медленнее, медленнее, медленнее Так вот, люди, которые объединяются, им нужно все больше и больше изучать И все вот кажется, что дни становятся гораздо больше То есть это про саморазвитие Мы стараемся активистов Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» Привлекать на все наши крупные мероприятия, на городские мероприятия Чтобы они свои приобретенные навыки могли вливать в массу Потому что основное, наверное, мнение в этой организации, основной кредо, назовем так Это чем больше людей мы научим правилам безопасности, тем меньше чрезвычайных ситуаций будет происходить Мы оказываем помощь именно тем людям, которые обратились Потому что многие говорят, что вы кормите много алкашей, бомжей, которые могут идти работать Я вам скажу так, что по роду своей службы на скорой помощи Я вижу этих людей практически постоянно И я с уверенностью могу сказать, что большая часть этих людей не в силах устроиться на работу по состоянию здоровья Они не в силах самостоятельно восстановить эти документы И такая организация, как наша, такие организации, которые находятся при храмах города Бавруйска Они в действительности нужны нашему городу Потому что они действительно помогают тем людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации Субтитры создавал DimaTorzok